всем отличного настроения меня зовут лариса я очень рада что вы зашли на мой канал недавно я показала как шила пыталась шить коробку для кота эксперимент оказался не совсем удачно в плане стойкости но кот доволен я тоже но хочется шить коробку которая будет держать форму и сегодня я повторю свою работу но уже буду шить коробку не для кота пусть они постоят сторонке их там много их на них на всех не нашли уж все а для своего стеллажа в котором я храню ткани техника будет пицца ножницы я буду использовать вот такие зубчатые зигзаг для нарезки лоскуточков первым делом на ткань на основу буду располагать тело лоскуточки светлых оттенков то есть светлый оттенок должен быть или темный в первом слое нарезаю все ножницами зигзаг это дает такой красивый зубчатый край лоскуточки смотрятся уже более интересный рисунок такой получается как бы с дополнительным эффектом и после того как я сделала светлую основу на нее сверху уже располагают темные кусочки можете сделать наоборот сначала темную основу расположить сверху светлые это даст такой знаете 3d эффект получается какая-то такая глубина сверху накрываю все сеточкой никакого клеевого там дополнения в виде флизелина или паутинки я не делаю экономия должна быть экономной у меня пойдут эти клеевые штучки на другие проекты тут можно обойтись прекрасно и без них закрепляю все булавочками очень плотненько но по краю в центре ничего не делаю потому что буду делать стежку вот таким образом все подготовлено и теперь можно перейти к машинке стежку я делала свободноходовую тренируюсь на блоках пиццы я не мастерится пока по стежке и здесь у меня была задача научиться проводить строчки вот такие вот загогулины так чтобы они нигде друг с другом не пересекались то есть очень плавненько заворачиваем выводим на чистую территорию да и продолжаем таким вот образом завихрение вот эти вот формировать в центре никаких булавок нет они не мешают у меня вся работа лежит на столике который приставной столик для швейной машинки все ровно поэтому очень удобно работать стежка выполняется свободными плавными линиями я сейчас вот ничего говорить не буду вы просто понаблюдаете за процессом после того как я сделала стежку у меня это было 4 детали в технике пицца изнанку показывал но она не актуальна потому что будет закрываться усиливаться стенкой как раз с этой стороны все цветовые решения получились разными где-то светлая сторона преобладает где-то темная но это интересно потому что коробку можно будет поворачивать разными сторонами и будет новый вид какой-то да дальше что дополнительно делаю теперь соединяю это все со стенками которые я приготовила и покажу вам дальнейшем что я там применила виде наполнителя и пришиваю эту деталь по периметру соединяю спицей у меня получится вот такие вот шоколадки дети у меня их назвали потому что с другой стороны они такими квадратиками получаются как плитки шоколада по периметру проложена строчка выровнена деталь обязательно в соответствии с шаблоном который есть здесь размеры указаны мои вы используете те которые нужны вам то есть ваши стеллажи ваши полки и что-то еще обрабатываем все детальки бейкой у меня это прямая наборная бейка получилось вот такие четыре штучки которые уже принципе могут быть какими-то сидушками знаете потому что они такие плотные а плотные за счет того что в виде наполнителя я использовала изолон строительный такой термин это вспененный полиэтилен довольно толстенький такой и плотный тут уже я подошла глобально к этому вопросу из вот этого кусочка я сейчас буду делать дно поэтому у меня ткань лицевой части наполнитель и я использовала еще дополнительно спамбонд но там где делала стенки чтобы у меня нормально скользила вот потому что сами понимаете полиэтилен под машинкой в принципе не двигается а для донышка я делаю тоже ткань чтобы с двух сторон была нормальная деталь смотрелась так как она уже ничем дополнительно закрываться не будет и по такой же технологии как я прострачивала стенки просто буду делать стежку такими же квадратами мелкими чтобы скрепить все эти три слоя ткани наполнитель и вторую ткань и получается у меня вот такое донышко надеюсь что не запутала вас объяснениями плотная довольно деталь которую тоже нужно оформить бейкой окантовать после этого уже можно будет соединять коробку в одно целое сшивала я все на машинке и получилось у меня вот такая вот замечательная коробка держится прекрасно форму держит замечательно ничего тут ручного труда на его в плане сборки не было я все собирала на машинке поэтому делается все очень быстро буквально и лоскуты все уходят и коробка получается довольно вместительная собирала я все с помощью машинки как я уже сказала для этого сначала пришила к донышку все четыре стенки затем соединила их вот на такую вот изнанку собрала и потом уже вывернула все на лицевую сторону не смотря на плотность материал прекрасно выворачивается ну пришлось там немножко постараться но все прошло хорошо причем если вы будете использовать допустим для ткани внутренней какую-то другую там разноцветную или еще что то у вас вообще получится коробка практически двусторонняя хотите так хотите выверните будет по-другому лоску точки все нашли себе применение коробка для стеллажа для ткани появилась теперь я буду еще такие делать чтобы у меня все было в одном стиле стояли тканюшки надеюсь что я вас не запутала своими объяснениями и вдохновила на какое-то творчество вот такие детальки которые были в процессе работы вот моя коробка стоит уже на полке причем она может быть повернута другой какой-то стороной по настроению там моему да можно сделать вообще абсолютно разные стороны чтобы была там красная желтая как хотите сборка очень легкая и никаких там сложности вообще не возникало все прошивается прекрасно я надеюсь что вам понравилась моя сегодняшняя творческая работа желаю вам всех обязательных успехов здоровья всех благ с вами была лариса до следующей встречи у меня была лариса до следующей встречи